Доброго времени суток! Приветствую вас на нашем канале Мамины Советы. И сегодня я вам расскажу, как в домашних условиях самому приготовить такое замечательное лакомство, как шоколадную пасту нутелла. Но в магазине она дорогая, да и непонятно из чего состоит, читая ее состав, просто волосы на голове дымом встают. Итак, для приготовления нутеллы мы берем 1 стакан молока, стакана у меня по 250 мл. 1,5 столовые ложки муки с горкой, у меня здесь уже отмерено, 1 стакан сахара, 2 столовые ложки с горкой какао-порошка, 50 грамм сливочного масла и 3 столовые ложки орехов. Орехи я беру здесь наполовину грецкие, наполовину миндаль, можно брать лесные, чтобы мои дети ели относительно полезные продукты, а не покупную химию. Итак, сначала мы слегка подогреем молоко в микроволновке, нам его не надо кипятить, нам его нужно только слегка подогреть. Пока греется, мы перемешаем все сухие ингредиенты. Хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков. Молоко берите лучше пожирнее, у меня 3,2%. Я думаю, что из полуторки мало чего вкусного получится. Даже миксер можно не пачкать, все прекрасно размешивается ложкой. Теперь орехи мы смельчем в кофемолке. Теперь одновременно мы слегка обжарим орехи, не давайте им подгореть, надо постоянно их помешивать. И закипятим смесь. Только не забывайте обязательно помешивать смесь, а то она при нагревании начинает пригорать. Скорее всего, это мука. Прям нельзя отрываться. Но, слава Богу, что мешать недолго. Вот доведем до кипения, сейчас положим сюда сливочное масло. Жареные орехи уже можно будет выключить. 50 грамм сливочного масла. Орехи у нас пожарились, вы не перепутаете, они немножко меняют цвет, становятся более коричневые. И начинают очень вкусно пахнуть грецким орехом, приобретают аромат. Теперь мы высыпаем орехи в смесь. Хорошо перемешали. Выпаривать нам уже не надо, тут смесь достаточно густая. Доводим ее только до кипения. Кипит, не кипит? Кипит. Выключаем. И все, даем остыть и разливаем по баночкам. Ну, дай ей хотя бы остыть. А вообще, конечно, шикарно ее с блинами есть. Просто намазывать на лбу. Дети сами делают из нее все лакомства. Ну, ладно, это тебе подарок. Вот. Можешь обрезать кастрюльку. Вот и весь простой рецепт. В восторге все, и взрослые, и дети. Так что советую вам не лениться и приготовить нутеллу в домашних условиях самому. Надеемся, что это не настолько вредно. Подписывайтесь на наш канал Мамины Советы, где мы публикуем простые, вкусные и иногда полезные рецепты для дома и дачи.